пусть ваш напарник угадай какую руку вы ударите либо это будет право прямой левый боковой дюймовый удар брюса ли друзья всем привет с вами сенсей макс маленький ролик сегодня просто расскажу вам как я понимаю быстроту удара то есть для меня бы стата удара это прежде всего незаметность удара конечно же я не отрицаю то что вы можете там делать специальное упражнение для развития быстроты чем у вас генетически больше быстрых волокон тем ваши движения будут быстрее но я сейчас говорю немножко друзья о другом я говорю о технике удара когда вы делать удар с и незаметным то есть у вас нету замахов у вас нету движений дополнительных излишних которые выдают ваше намерение то что вы собираетесь сделать удар то это и будет быстрым ударом тоже логично когда доставлять свой кулак с вот основной позиции до цели до челюсти противника это и будет быстрым ударом поэтому просто попробуйте осознанно внимательно посмотрите своими движениями когда вы отрабатывать технику на воздухе на мешке на лапах в паре с партнером и так далее старайтесь избегать лишних движений и все у вас будет удар автоматически быстрым плюс к этому если вы еще прокачиваете быстроту то будет удар вообще просто молниеносным но чаще всего люди забывают об этом они делают замахи они делают вот эти все лишние движения подбрасывая рук специально как бы подкидывают стараются вот прям плечом показывать движение это все видно плечи задираются во время то еще начала движения а уже плечи поднимаются или начал движения локти там задираются вверх это сразу все читается сразу все видно это прям рептилоидным мозгом рептильным мозгом уже сразу заметно соответствующим образом противник реагирует либо отходит назад то либо бьют вас навстречу просто перепугу поэтому идея какая давайте возьмем с вами самые распространенные удары это прямой правой и левой боковой то есть по статистике бокс это самые нокаутирующие удары те которые по статистике вот больше нокаутов делают левый хук передней рукой и правой прямой он же кровь на эти вот прям со стойки стали расслаблена и старайтесь рывковые импульсное движение сделать так чтобы не было вот этого замах короткий хук то есть я вот отсюда с этой точке иду в эту точку где находится цель ну в зависимости от дистанции да если голова противника здесь то короткое движение здесь есть немножко дальше от меня то я суда как бы закидывают немножко вперед туда закидываю но смысл сделать это не сильно сейчас а незаметно и без замаха то есть еще раз найти левая рука с места сразу плюс к этому очень важный момент вы должны чувствовать косточки то есть и медленно это вот 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 дюймовый удар брюса ли вот типа того знаете коротко как стояли расслабленно с места взорвались то же сам правый прямой вот кулачок уже чуть развернули костяшки на цель чтобы вот этих движения было лишних потом если что получается отсюда сразу стартанули то есть не надо плечом вести сразу все вместе до боковой прямой чувстве что уже устали забились мышцы руки опустили встряхнулись вдох выдох вдох выдох выдох старается делать немного длиннее чем вдох то есть делаем вдох и выдох два раза длиннее если после 3 даже еще лучше и и опять стали то есть делать эти движения не часто немного а короткими такими порциями опять встали расслабленно почувствовать что нет никакого напряжения не в руках не в плечах не в теле ноль усилий только для того чтобы руки держать на на этом уровне и движение отсюда коротко то есть резкий импульс резкий выдох сокращаются мышцы живота и вот на движение пошло коротко коротко почти одной рукой только в конце в самом напряжением и живота плечи спина все самом конце сюда и конечно же на выдохе здесь дальше дальше прямой сбоку резкие срывчики опять стряхнулись отдышались чайку можно попить да и и третий подход делайте занят три подхода по 30 секунд опять стали расслабились пусть ваш напарник угадай какую руку вы ударите либо это будет право прямой левый боковой либо друг за другом например так друзья с вами был сенсей макс ос пишите комментарии ставьте лайки делитесь друзьями кто очень подписался подпишитесь уже на канал пока пока все бойцы занимаются боевыми единоборствами должны чувствовать свое тело прям вот вес тела каждую свою конечность где вы находитесь в пространстве какой ноге у вас вес находится как вы балансируете как вы при этом дышите но это все так сказать внутренняя работа медитация там психотренинги как угодно можете это назвать но без внутреннего осознание без осознанности ну по сути никакого прогресса у вас не получится тренировок вы будете бездумно так вот механически что-то делать повторять повторять всякие шаблоны которые увидели там кино по телевизору в интернете так далее так далее не получится 8 ну в общем то что то нечто хрен пойми чего вес вашего тела вы должны ощущать постоянно на тренировке обязательно ногах вес руках и в голове в теле как у спина расположена то есть все внутреннее как бы такое осознание себя картинка четкое представление и ощущение и чувство и прямо стали спокойненько расслаблено